Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Многодетный отец, успешный и популярный актер, три попытки построить семью, сын с особенностями и четверо детей. Фактурная внешность Максима Щеголева позволяет ему играть разноплановые роли. Он востребован в кино и плотно задействован в театральных постановках. Его личная жизнь не была безоблачной, и актеру не сразу удалось найти ту свою единственную любимую женщину. Максим родился 20 апреля 1982 года в городе Воронеж. Отец, офицер военно-морского флота, ходил на подводной лодке, а мама работала врачом. В школьные годы Максим в течение 10 лет занимался бальными танцами и стал КМС. В 13 лет его пригласили в модельное агентство, где он участвовал в фотосъемках и в рекламе одежды. Когда он получил аттестат, захотел поступить в мединститут, но из-за большого конкурса, реально оценив свои возможности, неожиданно для всех поступил в Воронежскую академию искусств на актерский факультет. И самой первой зимой нового века первокурсник Максим, можно сказать, вытянул счастливый билет, когда в Воронеж приехал на гастроли усатый нянь Сергей Проханов со своим спектаклем. У него было время, чтобы посмотреть и пригласить для сдачи экзаменов на свой курс в ГИТИС. Талантливых молодых ребят. И Максим оказался в их числе. Проханов взял Максима сразу на второй курс, а на следующий год Максим стал выходить на сцену Театра Луны, где вскоре худрук ввел его на главную роль в спектакле «Ночь нежна». К слову, именно с этим спектаклем Проханов и приехал в Воронеж. А еще через год Максим был приглашен в творческую лабораторию при Театре Школы драматического искусства под руководством Анатолия Васильева. И здесь через год он был зачислен в его труппу. Ему приходилось разрываться между двумя театрами, но все тайное когда-то становится явным. Перед гастролями в Португалию Максиму пришлось признаться в двойной жизни Сергею Проханову, но увольнение из театра, которого он ожидал, не произошло. Более того, с последующие три года Максим по-прежнему служил в двух театрах, пока Анатолий Васильев не уехал из страны. Дебют в кино состоялся в 2002 году, и почти четыре года он играл только эпизодические роли. Порой его даже не было в титрах. 2006 год стал прорывным после эпизодической роли в картине «Круг первый». Его пригласили на главную роль в сериал «Молодые и злые». Но широкая популярность и известность, а также любовь зрителей, пришла после выхода сериала «Кармелита. Цыганская страсть» в 2009 году. С этого момента Максиму стали предлагать исключительно главные роли. Всего в кинокопилке у этого актера 100 работ в кино. Сейчас в производстве находятся два сериала с участием Максима, и там он играет главные роли. Личная жизнь. Личная жизнь Максима Щеголева сложилась не сразу. Первые серьезные отношения у него были с актрисой Татьяной Солнцевой. Их брак был гражданским. В этом союзе родился сын Илья. До трех лет мальчик развивался, как и все. А затем заметили, что с ним что-то не то. И врачи поставили ему диагноз «легкая форма аутизма». Сейчас сыну 19 лет. Он увлекается искусством и шахматами. Часто приходит к папе на спектакли. Максим безмирно любит сына и старается как можно чаще быть рядом с ним. Он гордится, что несмотря на этот недуг, Илья вырос добрым, порядочным и очень старательным человек. С единственной официальной супругой Анны Казаковой Максим служил в одном театре. Долгое время коллеги и не подозревали об их романе. Лишь после заключения брака они раскрыли свои отношения. В 2007 году у супружеской пары родилась дочь Мария. А еще через год еще одна дочь Екатерина. У дочек даже день рождения в одном месяце только с разницей в неделю. Однако и эти отношения потерпели фиаско в 2010 году. В 2015 году Максим вновь обрел любовь в лице актрисы и певицы Теоны Дольниковой. Влюбленные никак не афишировали свои отношения целый год, А затем начали вместе появляться на публике. У пары в 2017 году родился сын Лука. А также известно, что у актера после выхода сериала «Кармелита», где он снимался вместе с красавицей-актрисой Юлией Зиминой, закрутился бурный роман. Пара даже отдыхала вместе, везде появлялись вместе на публике, и, казалось бы, дело шло к свадьбе. Но неожиданно для всех эта пара рассталась. О причинах их расставания до сих пор неизвестно. Максим счастлив, что у него четверо детей. Все детки между собой очень дружные. Максим каждому ребенку уделяет время и старается как можно чаще их собирать вместе в своем большом и красивом доме. Хочется ему пожелать побольше новых интересных проектов, всего самого доброго, всего самого замечательного. Пишите свое мнение в комментариях. Всех благодарю за внимание. Вам также желаю всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, будьте счастливы и здоровы. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok